всем привет сегодня у нас две посылки из магазина gd давайте откроем их и посмотрим что у нас внутри покупал несколько другу а то у меня сейчас подсвечивает нам и а вот эти вот штучки я купил одну себе одну для друга из магазина gd по 1 по одному доллару по моему они стоили это водонепроницаемый карман и для телефона для того чтобы на море носить вот единственное что а вот шнурочек вот здесь он продеваем вот так и имеем такой вот карманчик летом на море можно сюда денежку положить можно телефон положить что угодно и как он открывается давайте посмотрим open close то есть open это надо сюда нажать да или как давайте пробовать а вот так вот отжимается то есть не так просто его вот вот эти вот защелки они вот так затягивается и вот так открывается открываем и вот как она выглядит внутри довольно таки неплохо ну и давайте попробуем ставить него телефон в чехольчики допустим влезет ли 5 5 дюймовый телефон zte axon mini вставляем выглядит неплохо то есть можно я так понимаю даже можно снимать а ну давайте попробуем да можно даже управлять телефоном через него и даже что-нибудь сфотографировать как она будет под водой допустим я не знаю и насколько долго она проживет но сделано вроде все добротно и качественно это из коллекции джейди ну там фуфла не продают и вот такие вот ну они дорогие у нас вот такие вот кошелечки я купил специально себе и другу который занимается дайвингом кстати канал про дайвинг будет ссылка в описании заходите его канал там уроки по дайвингу как выбрать себе костюм для дайвинга есть много много видеороликов отличные которые их не а приключения под водой там очень красиво все с приятной музыкой очень советую подписывайтесь на его канал это очень интересно вот два штуки я купил один себе летом на море таскать второй ему здесь у нас в обычном пакетике она здесь какая-то инструкция инструкция маркировки какие-то и вот такая вот типа гарантия качества по для проверки фирмы be a ze be a ze вот ну и давайте посмотрим лампочку лампочку купил на замену у меня дома светильник но она наверное будет тяжеловато для него но мы посмотрим сейчас мы его распакуем проверим у меня дома трехваттная покупал я лампочку эту на light in the box она светит довольно таки тускло то есть она трехваттная и освещает ну как ночник она идеально подойдет как ночник но иногда нужно вечером свет немножко чтобы поярче был я решил взять вот такую вот лампочку которую можно там настроить допустим красный цвет или желтенький там или ну в основном мы используем ночью красный цвет он хорошо освещает вот и я взял на замену эту лампочку чтобы можно было но она тяжеловато у меня светильник на длинной ножки и она наверное может будет перегибать если под углом поставить она будет вниз нагибать вниз светильник ну это мы что-нибудь придумаем давайте проверим как она работает не работает вот моя старая лампочка она кстати вот работает наверное часа полтора работала и она вот здесь нагрелась но не критично то есть температура такая что можно обхватить рукой и немного подержать вот ну и вот это вот новая наша лампа так все загорелось все отлично все работает можно ее подключить через мехом это все уже всю эту процедуру мы уже проходили поэтому вот такая вот люстра и здесь вот трехваттная лампочка из light in the box она уже наверное у меня года три вот такая вот лампочка и хочу сюда вставить и она управляется давайте обратно включу она управляется с пульта скорее всего так это она включилась вот пульт то есть мы можем выбрать цвет так верх ногами вот допустим и вот он управляется вот так и можно выключить или включить классная лампочка трехваттная но она светит не очень ярко то есть обычно на ночь вот такой вот красный цвет делаем и она немного освещает то есть понятно что в прогноз находится где в комнате но допустим если вечером нужно чтобы посветлее было не чтобы не включать три лампочки хотелось бы эту включать но этого вот цвета недостаточно для того чтобы допустим вечерней обстановке не три лампы горела 1 вот разница в габаритах между ними и как я и думал если немного то есть вот таком позиции она вроде стоит нормально но если немного ее нагнуть она под тяжестью лампы уходит сама вниз вот их нужно ее как-то фиксировать вот так но зато она горит намного ярче и так будет наверное лучше но мы еще с женой посоветуемся и может либо ее в другое место под поставим нос пока буду наверное будет здесь на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок удачных покупок